Разрешите представить вашему вниманию доклад «Условия и тенденции развития зеленой энергетики в крупнейших экономиках на постсоветском пространстве». Зеленая энергетика использует чистые возобновляемые источники, в отличие от традиционной энергетики, и связана с умными технологиями напрямую, так как инфраструктурой умных городов, умных предприятий являются умные сети, смарт-грид, электрические сети, которые фактически имеют очень важный компонент – это генераторы энергии. Так что здесь связка полная. Можно сказать, что доклад вписывается в тематику вашей замечательной нашей конференции. Переходим к слайду 2, пожалуйста. Можно слайд 2? Сейчас. Или я его должна? Уважаемые коллеги, как мне перейти к слайду 2? Спасибо. Цель работы данной – выявление результативных практик и перспектив развития зеленой энергетики на постсоветском пространстве на основе сравнительного анализа тенденций и условий поддержки ВИЭ в крупнейших странах бывшего СССР. Почему ВИЭ-генерация в постсоветских странах актуальна? Это вопрос, который был мне задан в самом начале. Во-первых, действительно, зеленая энергетика во всем мире бурно развивается. И по данным Мирового энергетического агентства, уже 5 лет назад, в 2015 году, мировая установленная мощность объектов ВИЭ-генерации, без учета ГЭС, была сопоставима со всей мощностью электростанций России. А с учетом ГЭС превышала ее почти в 3 раза. Бурное развитие ВИЭ оказывает понижающее давление на национальную конкурентоспособность стран, отличающихся большими запасами углеводородного природного сырья. В соответствии с теорией конкурентных преимуществ портера, участники глобальных энергорынков переходят от низшей стадии конкурентоспособности, движимой наличием избыточных полезных ископаемых, к высшим стадиям, движимым инвестициями и инновациями. В авангарде этого перехода находятся страны-лидеры экономического развития. Таким образом, страны с развивающейся рыночной экономикой оказываются перед необходимостью соответствовать глобальным вызовам для обеспечения национальной конкурентоспособности. Развитие ВИЭ повсюду обеспечивается государственной поддержкой, пока без нее ВИЭ-генерация не может существовать. При этом методы господдержки значительно варьируют по странам. В России и других странах на постсоветском пространстве к настоящему времени накоплен собственный опыт поддержки ВИЭ, и сравнительные анализы результативности этой политики представляются весьма актуальным. Переход к слайду 3, пожалуйста. Третий и следующим за ним четвертый слайд обосновывают выбор стран, которые будут рассмотрены в настоящем сообщении. Это Россия, Казахстан и Украина. Это крупнейшие экономики. Они были и остаются крупнейшими. По ВВП, вот тут в текущих ценах, по паритету покупательной способности в миллиардах долларов. Период рассматривается с 1995 по 2018 год в соответствии с теми источниками, которые были показаны, доступными источниками международных статистических данных, которые были показаны на предыдущем стадии. Итак, здесь наглядно видно превосходство количественное по ВВП России, Казахстана и Украины. И на следующем слайде переход к слайду 4, пожалуйста, давайте посмотрим. Переход к слайду 4. Я не могу себе сама... А, вот, спасибо. По численности населения, ну, тоже эти три страны относятся к лидерам. Узбекистан тут, правда, на третьем месте. Тем не менее, это в миллионах человек. Как были, так и остались. Это крупнейшие экономики. Чем больше ВВП и численность населения, тем больше электроэнергии производится и потребляется в стране. Тема средств стоит проблема декарбонизации отрасли электроэнергетики с точки зрения глобальных проблем окружающей среды. Поэтому, естественно, эти страны, к тому же отличающиеся очень высокой энергоемкостью экономики, были рассмотрены. Целевсообразность выбора этих стран также обосновывается длительным совместным развитием в рамках единого государства в близких условиях. И, как следствие, у них общие проблемы энергетики, а именно завышенный уровень энергоемкости, отставание от мировых трендов в финансовом и технологическом развитии, высокая степень морального и физического износа энергооборудования и инфраструктурных сетей. Развитие ВИА может способствовать решению этих проблем. Тем более, что рассматриваемые страны обладают значительным потенциалом развития альтернативной энергетики. Переходим к слайду 5. Здесь показана интересная статистика. Это прирост за тот же самый период реального ВВП, ценных базового периода. Вот так соотносятся успехи экономически рассматриваемых стран. Они, кстати, будут коррелировать в какой-то степени положительно и с успехами в развитии ВИА. Переходим к слайду 6. Переходим к слайду 6. Современные долгосрочные ориентиры на пути перехода всей мировой экономики к зеленой энергетике были определены 5 лет назад Парижским соглашением, согласно которому страны добровольно взяли на себя обязательства по сокращению выбросов углекислых газов, как показано в таблице на слайде. В качестве мотивов глобального перехода явились антропогентное загрязнение окружающей среды, глобальное потепление, угроза катастрофического изменения климата, а также то, что не очень активно называется, но тем не менее является очень важным фактором, это геополитические цели, которые преследуют разные страны и объединения стран, и конкуренция на мировых рынках. А также стремление стран импортеров углеводородов к энергетической независимости от экспортеров и к энергетической безопасности. Ну, видно, что наибольшее обязательство взяла на себя Украина снизить аж на 60%, Россия на 25-30% от уровня с 90-го года к 30-му году, при условии максимально возможного учета поглощающей способности лесов. И Казахстан, безусловно, на 15% и в случае международной поддержки на 25%. Переходим к слайду 7. Здесь показана динамика объемов ВИЭ-генерации, включая гидроэлектроэнергию в рассматриваемых странах. Здесь абсолютный объем в тераватт-часах, это 10 в девятой степени киловатт-часа. С гигантским отрывом лидирует Россия, где значение данного показателя на порядок выше, чем у других стран. Однако достигается этот результат благодаря гидроэлектростанциям, построенным еще в советский период. В постсоветское время приоритет был отдан наращиванию не ГЭС, а атомных мощностей. По темпам развития атомной энергетики Россия находится на втором месте в мире, уступая только Китаю. Ну, видно, что на втором месте после России длительное время, вплоть до 2015 года, находилась Украина. И в последние пять лет очень заметный рывок делает Казахстан. Казахстан, он очень высокими темпами развивает вея-генерацию. Давайте перейдем к слайду 8. На слайде 8 показан уже относительный объем. Это доля вея-генерации в совокупном объеме внутреннего производства электроэнергии по трем рассматриваемым странам. И что мы видим? Что в России этот показатель имеет слабо выраженный понижательный тренд. Его уровень опустился с 20% в 1995 году до 17% в 2018 году. Но позиция России пока еще достаточно высокая. И не только по сравнению с бывшими советскими республиками, но и по сравнению с мировым уровнем, который составляет 25%. Опять же, за счет советских электростанций. В Казахстане наблюдались разнонаправленные тенденции. И мы видим, что в последние 5 лет делается рывок, и Казахстан догоняет Россию, даже несколько опережает ее в 2018 году по доле вея-энергии в совокупном объеме производства. А Украина за весь рассматриваемый период устойчиво занимала где-то такую позицию 7% от совокупного объема производства составляет вея. Переходим к слайду 9. Переходим так. На этом слайде без гидроэнергии показано только ветровая и солнечная. И это опять абсолютный показатель в тераватт-часах. Видим, что в начале 21 века только в России значимые объемы были. Производство солнечной ветровой генерации. Но начиная с 2012 года вперед выходит Украина, и с тех пор она является абсолютным лидером по солнечной ветровой генерации в абсолютном выражении. А в относительном посмотрим на следующем слайде. Давайте посмотрим. В относительном выражении в процентах к объему выработки электроэнергии в стране тоже Украина значительно лидирует. За ней на втором месте Казахстан и Россия на солнечную ветровую, видите, не очень обращает внимание. Казахстан и Россия находится среди трех стран на третьем месте. Что можно сказать? Что несмотря на заметные успехи Украины и Казахстана, во всех трех странах это пока еще значительно ниже среднемирового уровня, который составляет 5%. Понятно, что темпы развития ВИЭ характеризуют относительную результативность мер поддержки этой генерации, которые весьма дифференцированы по странам. Давайте перейдем к следующему слайду. Нет, не этот. А, ну, может быть. Ладно, хорошо. Ну, мы видели, что заметные успехи. Дальше Казахстан, Россия и Украина чисто в порядке, алфавит нам идут из политкорректности. Как мы видели, за последние 5-7 лет Казахстану удалось достичь больших успехов в сфере ВИЭ. И, надо сказать, вообще самым распространенным механизмом поддержки ВИЭ является зеленый тариф. Я сначала вкратце скажу или напомню тем, кто знает, как он работает. Государство организует оплату инвесторам, которые намерены производить ВИЭ, строить, возводить и затем производить чистую энергию, строить объекты ВИЭ генерации. Гарантирует покупку всей дорогой зеленой энергии по привлекательному для инвесторов тарифу. Ну, что происходит, какая-то тенденция общая прослеживается во всех странах. Если это хороший стимул, то объемы ВИЭ генерации постепенно растут. Откуда взять деньги на постоянную поддержку этой зеленой ВИЭ генерации? Ну, это с одной стороны, если ее объемы растут. С другой стороны, по мере развития технологии, все-таки стоимость выработки этой зеленой электроэнергии понижается. И для того, чтобы разрешить проблему стимулирования ВИЭ и дальнейшего развития этого сектора, переходят к рыночным механизмам. И таким рыночным механизмом являются электронные зеленые акционы, когда инвесторы конкурируют за наименьшую себестоимость будущей производимой зеленой энергии. Но везде этот переход и эти механизмы со своей спецификой национальной реализуются. Очень интересно, как это сделано было в Казахстане. В Казахстане зеленые тарифы внедрили в 2013 году. Таким образом, что государство создало специальный расчетный центр финансовый, который выкупал, должен был, гарантировал покупку всей зеленой энергии по фиксированным высоким тарифам в течение 15 лет будущей энергии. Но источником финансирования этих тарифов была необходимая валовая выручка крупных угольных электростанций. Таким образом, для этих угольных электростанций тоже создавался стимул к снижению собственных издержек, так как из регулируемой НВВ надо было еще оплачивать зеленые тарифы. Настолько привлекательными были эти высокие зеленые тарифы, что к 2015 году заявки на строительство, на мощность составили 30% от всей энергосистемы Казахстана. Ясно стало, что она не справится с такими объемами электроэнергии из-за неустойчивости веогенерации и отсутствия высокоманевренных резервных мощностей. И, значит, стала проблема ограничения заявок. Значит, нужно было конкурс внедрять. Ну, ладно, тогда, значит, вот своя специфика в Казахстане была. Смысл в том, что сама жизнь заставила их переходить от нерыночных к рыночным тарифам, к зеленым аукционам. Постепенный переход. Вот тут на слайде показаны проблемы, какие возникают в Казахстане, и общая тенденция решения этих проблем развития рыночных механизмов зеленых финансов. В России тоже была своя специфика, наверное, я только назвать смогу. Или, может быть, мне предоставили молчать. Алла Эдуардовна поприветствует участников. Вы заканчиваете, Юрина, у вас уже, я говорю, минутка оставалась. Специфика России в уникальном механизме договоров на поставку мощности нигде, в других странах этого нет. Там есть большие проблемы в эффективности этого механизма. Отчасти они представлены в таблице. Когда субсидируется не продажа зеленой энергии, а строительство объектов ВИЭ. И отсутствуют стимулы. Да, высокие тарифы перекладываются фактически на потребителей, и отсутствуют стимулы для развития распределенной генерации в децентрализованных зонах, где проживает 20 миллионов человек. Тоже перспективы выхода из этой ситуации проблемной показаны в таблице. И последняя Украина, которая, как мы видели, по следующий слайд. Раз у меня две минуты, пожалуйста, покажите. На Украине классическая реализация зеленого тарифа. Постепенный переход к зеленым акционам планируется из-за колоссальнейшего объема выработки солнечной и ветровой энергии. Переход к зеленым акционам Казахстан и Украина планируется с этого года. Пилотные проекты в России были уже в 2015 году, но пока не зарекомендовали себя с хорошей стороны. Ну и, наконец, в качестве заключения, покажите, пожалуйста, последний слайд. Дмила Юрьевна, ваше время не совершает. Общие приоритетные направления дальнейшего развития зеленых генераций, это формирование специализированного рынка зеленых финансов вот с такими инструментами. Ну, безусловно, для обеспечения национальной конкурентоспособности придется двигаться в этом направлении, с учетом, что Россия пока не удалось завоевать лидирующие позиции в этом движении. Спасибо за внимание.